Хотелось бы с вами еще обсудить вот такую новость, она, как по мне, очень такая знаковая. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по расположению мобилизованных российских солдат во временно оккупированной Макеевки Донецкой области 31 декабря. ВСУ уничтожили и повредили до 10 единиц военной техники, РФ разных типов. Потери личного состава уточняются. Также Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило в своем телеграм-канале, что в результате удара по зданию городского политехнического училища под номером 19, по их информации, было ликвидировано около 400 российских мобилизованных. Ранены еще около 300. Юрий, скажите, а как вы оцениваете эти потери? Я уверен, что вы точно читали какие-то сводки. Возможно, не совсем вопрос про ПВО, да, в частности, но вопрос в том, какое влияние это имеет, не только там на какой-то боевой дух, если он вообще присутствует, да, представителей русской армии, российской армии, но в целом, это же большой удар и большая потеря для Вооруженных сил РФ. Да, ну не знаю, какими там средствами это все было сделано, но если это произошло, информация действительно не может не радовать, но какое может быть влияние, если несколько сотен оккупантов отправились в пакетах или так, на тот свет, скажем так, какой у них свет непонятный, да, темный или свет, но, наверное, темный свет, темные пакеты, темный свет. Вот они отправились, они не пополнят определенные подразделения, не станут вот тем пушечным мясом, от этого, возможно, и не пострадают и наши защитники на разных направлениях. Ну, безусловно, это очень хорошие новости и побольше таких новостей, а для того, чтобы было побольше таких новостей, нам нужно побольше оружия от наших западных партнеров, и об этом нужно трубить на весь мир, рассказывать, что именно западное оружие, высокоточное оружие помогает нам не только стоять за нашу независимость, сохранять нашу территорию, охранять наше небо, западное оружие, это гуманное оружие, это высокоточное оружие, от него не будут страдать сильно мирные граждане, потому что мы не Россия, мы не будем никогда в жизни, не будет Украина бомбить по мирным городам, как это делала Россия в Сирии, в Мариуполе и в других украинских городах. Продолжение следует...